Шоу-бизнес Я к этому отношусь очень нормально и очень спокойно. Понимаете, это всегда было. Я всегда за то, чтобы жанров в искусстве было как можно больше. И исполнителей как можно больше. Но так как я служу театру, я все-таки актер больше театра и кино, то я с нежностью и благодарностью вспоминаю, допустим, советское кино. Я не знаю, знаете вы или нет, но вот последний раз я был два года назад в Америке. Сейчас изучают советское кино. Американцы. Да. И что меня поразило, мне там даже предлагали работать. Читать лекции или работать как актеру? Как преподаватель мастер-класс вести. Причем не с студентами, а именно со звездами. Такие, как Мариус Стрик, но она вообще просто, для нее система Станиславского это первое. Вот. И многие другие. Я просто отказался, потому что я не могу полгода потратить на то, чтобы заниматься и здесь потерять что-то. Нет, я должен работать здесь. Они очень этим интересуются. И вот мы вместе с ними посмотрели, я не знаю, помните вы этот фильм или нет, «Дом, в котором я живу». Ну да. Где действия происходят в павильонах масс-фильма. Люди переходят из одной комнаты в другую. Коммунальная квартира. Они переходят. Переходят. Здесь трагедия, здесь счастье, здесь судьба проходит. Как интересен был сделан переход, когда наступила война и все изменилось. Вдруг неожиданное затемнение кадра. После этого начинает медленно гореть огонечек, который на заднем плане разгорается. И поднимаются фанерные вырезанные цифры 1941 год. Гениально по своей простоте. Но атмосфера точная. Абсолютно. Вы знаете, я вдруг неожиданно с уважением стал смотреть этот фильм. И что-то там им объяснять. И до сих пор мой любимый фильм – это «Летя от журавли». Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».